Москва-Баку сегодня. Коротко о главном. Чем запомнится сегодняшний день новостная картина за три минуты? Сегодня в швейцарском Давосе начал свою работу Всемирный экономический форум. Это ежегодная встреча представителей политической и деловой элиты, которая по традиции проводится в январе-феврале. Тема нынешнего форума – глобализация 4.0. Одним из почетных гостей станет президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он выступит на панельной сессии, которая посвящена китайской программе «Один пояс, один путь». Азербайджан является одним из ключевых участников этого проекта, который должен связать транспортную и экономическую инфраструктуру более 60 стран. Азии, Европы и Африки. Азербайджан увеличил валютную выручку от экспорта нефти почти на 50%. Соответствующую статистику обнародовал сегодня Государственный таможенный комитет республики. В 2018 году Азербайджан заработал на экспорте нефти более 15 миллиардов долларов. Годовой рост – 46%. Сырая нефть остается главным экспортом товара Азербайджана. Азербайджана на нее приходится более 80% от всего объема экспорта. Далее следуют природные газы и нефтепродукты, а фрукты и овощи занимают менее 3% в экспортном балансе Азербайджана. Министерство труда и социальной защиты Азербайджана выдало единовременную материальную помощь семьям погибших и пострадавшим во время событий 20 января 1990 года, известных как «Черный январь». В эти дни, 29 лет назад, советские войска вошли в Баку, в результате чего погибли 134 человека гражданского населения. Каждый год, 19 и 20 января, в Азербайджане упоминают погибших и пострадавших в борьбе за независимость страны. Семьи погибших получают ежемесячные пособия. Они обеспечены квартирами и автомобилями за счет государства, а оплата обучения их детей перечисляется из госбюджета. Офис Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Магерини выпустил заявление по Нагорному Карабаху. ЕС признает, что последняя встреча глав МИД Азербайджана и Армении – это позитивный сигнал в регулировании конфликта. Евросоюз ожидает полноценной реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав государств и министров иностранных дел Азербайджана и Армении. В частности, речь идет о подготовке общественности обеих стран к миру, а также о восстановлении переговорного процесса. Руководитель азербайджанской общины Нагорного Карабаха Турал Генджалиев также признал, что последние встречи министров иностранных дел в Париже вселяют надежду, но добавил, что от переговоров ожидают более конкретных результатов. В московском Башмет-центре впервые прозвучит мугам – это жанр устного народного творчества Азербайджана. 1 марта на престижной столичной площадке пройдет концерт ансамбля «Трио Риада Мамедова». Во всем мире лишь несколько профессиональных музыкантов представляют новый жанр «Джаз-мугам» и среди них «Риад Мамедов». Напомню, в 2008 году ЮНЕСКО объявило «Мугам» одним из шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества. На этом у меня все. Еще больше информации на портале москвабаку.ру. Смотрите нас каждый день. Хороших вам новостей сегодня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова